Привет всем, дорогие друзья, GSR1989. Вы находитесь на канале Glafia. Это значит, что в описании вы найдете все полезные ссылки на мой инстаграм и телеграм. И не забывайте проставлять свои царские лайки. А у нас тем временем FV4005. И игрок, как он сам назвал себя, ниже среднего. Пишет Терри Плей. Даже говорит, не от среднего игрока, а ниже среднего. А FV4005 это очень сложный для реализации танк. Ну, во-первых, он огромен. В огромный танк легко попасть. Владельцы Маусов и Е100 их могут подтвердить. Во-вторых, он абсолютно картонен. То есть не нужно напрягаться, чтобы его пробить. В-третьих, четыре снаряда реализовать сложно. Сложнее, чем три. Вы сами понимаете, чем больше снарядов в барабане, тем сложнее их реализовать. Но наш герой покажет здесь чудеса владения танком 40.05 на своих 50% побед. Самое главное, что он возит с собой противоосколочный подбой. Делайте так всегда на этом танке. Абсолютно всегда. Потому что, когда я прощупываю выстрелами противника на 40.05 на наличие этого подбоя, то я очень радуюсь, когда его нет. Я думаю, вот это дурак. Вот дурак. И ускоренная подача снарядов. Но ее, учитывая, что она длится аж 20 секунд, лучше прожимать до того, как вы начали стрелять. Это да. Раньше... А, ну, у него нет этого самого... Нет турбофорсажа на этом танке. Но он же вообще на нем есть, да? Я что-то давно не играл, подзабыл немного. Турбофорсаж нужен, знаете, для чего? В большинстве случаев не для того, чтобы быстро куда-то приехать. А скорее, чтобы быстро откатить назад. Потому что 40.05 очень неохотно дает задний ход. Вот. Посмотрите, Маус надо нерфить. Смотрите, какая имба. Вот это имбища просто танк. И вот я думал, когда смотрел этот реплей впервые, я подумал, блин, неинтересно. Чувак будет накидывать лютый урон тупо с одной этой позиции. Я вообще никогда, по-моему, не играл с этой позиции. Но будьте уверены, что после 4000 дамага наш герой поедет дальше, причем наша команда еще и проигрывает. Сейчас счет 1-3. Опа! И он пробует ставить накоточек 183-го, но тому все-таки удается скрыться из поля зрения. Пошла перезарядка. 4109 накидал. Нужно ехать. Будет вперед. Уже. Вы знаете, вы откидываете барабан на этом танке. И когда пытаетесь сдать назад, вы понимаете, что вам хана. Вы не успеете. Для того, чтобы успеть, необходим улучшенный, он же Турбо, он же Виндизелевский Форсаж. Минус. Батчат, но счет 2-5. 5 противников против нас. И один Т57 Хэви. Который, правда, делает свое дело. Занимает, забивает, забирает Хрюнаса. 2-6-8-4 минус. Против него там Яшок какой-то. Аналитик. Вот Е100 приехал фуловый. Е100 делает огромную ошибку. Посмотрите, в чем фишка. Наш герой достаточно далеко. Для того, чтобы нормально отъехать назад. Ты просто останавливаешься на Е100. Уже стабилизация орудия куда лучше. И шанс попасть, он вырастает намного, 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 намного. Немножечко подсводишься. Кидаешь фугасика. Все равно фугасика. Здесь, несмотря на противоосколочный подбой, на Е100 с атомным уроном фугасами. Там же средний, по-моему, 1020 или что-то типа того. На! И хорошо. А вот с этого барабана в легкую можно забрать Е100. Но здесь будет, кстати, очень большая ошибочка. Пока еще нет. Но вы примерно себе сможете потом представить, наверное, если вы очень внимательны, что это будет за ошибка. Сейчас он очень круто сделал, не пошел заранее на перезарядку. И выдал вот этот снаряд по 183-му и забрал его. Сзади был Йох, есть еще у противника фуловый Ягдпанзер Е100. И он очень могучий. ХП для того, чтобы его одолеть, у нашего героя не останется. Что же он будет делать? Время только покажет. Нужно забирать Йоха, нужно не подставиться под Ягу. Йох приехал. Так, на трех снарядах. Одним не пробил. Есть второй. Яга. И Йох еще раз. 123 ХП. Остается. Яга приезжает сюда, дает на 729. Получает урон. Каким-то образом сейчас снаряд дает отклонение вправо. И все, смотрите. У него сейчас один снаряд. ББш, да остался один. И он перезаряжает барабан. Когда ты перезарядишься на тот снаряд, который у тебя один в барабане, у тебя больше их не станет, если ты переключишься на подкалибер коих 16 или на фугасы коих 8. Я не помню, чтобы я доходил до такого момента, когда у меня на 40.05 заканчивались ББшки. Поэтому я тоже сначала не обратил на это внимания. Я думаю, ну как они вообще могут закончиться на 40.05. Видите? Он такой переключается и понимает, что он сделал огромнейшую ошибку. Поэтому пытается уехать. Непонятно, чем думает Ягдпанзер, у которого много ХП. Ему нужно вкатывать. Даже если у 40.05 4 снаряда, а не один остался. Но он не может знать, что у него один снаряд, понимаете, да? Ну, пусть думает, что 4, но у тебя шансов маловато. И вот наш 50-процентный герой, настреляв 8700 дамага, едет забирать точку С. Учитывая, что противник почти выиграл по превосходству 980 очков. Превосходство стопорится у противника. Яга Е100 не догадывается в это время уехать на точку А и перезахватить ее. И тем временем сейчас остается просто случайно не найти Ягу. А ехая вот сюда, ты ее и не найдешь. Вот вам и 40.05. Заметьте, очень грамотно отыграно. Потому что любой 40.05 в начале боя должен отыгрывать крысу. Пока не засветятся все противники и не будет понятна примерно тактика разъезда. Что противников, что союзников. И тогда ты только можешь ехать вперед и действовать. Гриль-15, например, может сыграть и не так. Гриль-15 может играться и в упорке. Но этот танк не может. Это танк, который в начале всегда стоит. Чтобы вы понимали. Вот, 50% побед, 48 тысяч боев. Колобанов 40.05. Сложный для реализации танк. Друзья, если вам не сложно, подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм. Который находится в описании под каждым видео или стримом. Там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с послебоевой статистикой. Пишите, где вы играли Wargaming или Леста. Спасибо вам огромное за ваши царские лайки, просмотры. И всем до новых встреч. Счастья, здоровья. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok